Друзья мои, всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. Смотрю сюда, потому что у меня тут идет запись с микрофончика. В общем, сегодняшнее видео будет классное, сегодняшнее видео будет про парфюмерные пустые баночки, это всегда интересно, по крайней мере, я всегда смотрю такие видео. Вы часто меня просите снять видео про свои украшения, кольца, часы там, вот это вот все, кольешки и так далее. У меня есть маленькая коллекция всего этого, вы часто обращаете внимание, когда я снимаю что-то на мои руки, и несколько подписчиц сказала, Танечка, напиши, пожалуйста, сними, пожалуйста, фильм, видео на эту тему. И я такая, да, конечно, я вам все сниму, покажу, господи, проблемы что ли, нет, конечно. Но потом, когда я уже навострилась снимать такое видео, я села и подумала, каким образом я должна снять такое видео, чтобы это не казалось какой-то ярмаркой с тщеславия. Такое видео я уж точно не хочу снимать, там, типа, ой, смотрите, у меня есть такое, у меня есть такое, это вот, это не моя тема. Поэтому я решила перед каждым видео, если вам интересно, уделять несколько секунд времени, показывая вам какие-то свои украшательства уже прямо на руке. Лук руки у меня сегодня вот такой, жемчужно-черно-золотой, это колечко Сваровский, черный лебедь их классический, фирменный. Очень красиво переливается это кольцо, потому что тут много черных кристаллов при искусственном свете. Сейчас, конечно, камера совершенно не видно, ну, в общем, и жемчужинка маленькая. Это барочный жемчуг и якобы золото, это H&M. А этот набор колечек, на самом деле, это все одно, одно кольцо. Но оно состоит из много наборных таких вот колец. Одно такое там, одно секое. Третье, пятое, десятое я разделяю чаще всего вот на два пальчика, либо ношу на одно, и тогда оно получается широким акцентом. Нравится, что оно очень аккуратное, но заметное. Все, как я люблю. На мне платье Zara, сегодня я немножко такая рязанская женщина, в каждой из нас есть немножечко рязанская женщина. Ногти у меня сегодня вот такие вот бежево-аккуратненькие. Это лак Dior, который называется Apricot, абрикос. Номер 500, очень классное качество, не полосит, несмотря на то, что он бежево, видите, немножко уходит в розовинку. Очень аккуратные, ухоженные ногти делает, прям вот женственно-женственность. Погнали к основной теме нашего видео. Очень мне нравилось этой осенью носить шипры. Я прям вот люблю шипры, все такое остренькое, все такое злобненькое. Вот эти почули, мхи, вот такой все мух. Но при одном условии, если вот эти вот мхи и почули, они утопают в чем-то очень легком, женственном, красивом. Например, там какие-то карамелечки сладенькие, либо какие-то цветочки воздушненькие, либо это какие-то фрукты, ягоды. И когда вот есть какие-то три составляющие, например, что-то очень сладкое, легкое, приятное, и шипр, и да, и основа вот эта вот почулистая, тогда я с удовольствием это ношу и прям утопаю в этом аромате. Моноароматы почули. Я носить не могу, это, ну, это слишком тяжело для моей тонкой организации души. Если все-таки почули сопровождаются чем-то таким вот вкусным, прекрасным, гурманским, сладким, воздушным, ягодным, тогда, ох, это, это любовь. Погнали. Девина Терра Фиорай. Это Пауло Терензи, это его дочерняя компания, привет Кассиопея, привет Кирке, вот это еще одна его компания, для которой он делает свои парфюмы. Фиорай у меня закончился, это просто клон Мисс Дио Шири. Основные ноты роза, маракуйя, мед и почули. Аромат посвящен солнечному лету в Тоскане. Это очень густой, это очень теплый, это очень солнечный аромат. Я здесь чувствую вот прям конкретно землянику, это очень прекрасная нота, виноград, мед и почули. Это солнце во флаконе, это цветы в меду, это земляника в меду. Представляете, насколько это вот сладкая, присладкая, гурманистая, почулистая композиция. Вот прекрасный, прекрасный аромат, у меня закончилось, по-моему, 20 или сколько здесь, миллилитров. Вот такой вот флакончик, очень красивый, аккуратненький. Носить его в сумке одно удовольствие. Очень похож, как я уже сказала, на Мисс Дио Шири. Этой осенью я также носила Мисс Дио Шири, отливала вот в такой маленький флакончик и с удовольствием носила. Опять же, фруктовый шипр. Обожаю! Этот аромат у меня, Мисс Дио Шири 2006 года, жемчужина вообще в моей коллекции. Давайте по нотам. Вишня, клубника, ананас, попкорн, карамель, почули, амбра. Ну, это сказка, конечно. Такая сказка. Почему показываю флакон не пустой? Потому что два вот таких вот флакончика, 10 миллилитров, я с удовольствием сносила в сумочке, да, с собой брала по делам. С удовольствием носила. Это тоже солнце во флаконе. Это аромат, который, знаете, заставляет тебя жить, жить на всю катушку, улыбаться, радоваться. И действительно бодрит. Ну, как может не бодрит такой фруктовый букет, да, ананас. Представьте, какой он сочный. Земляника, клубника, вишня. Ну, это просто слюнки текут. Характер дают, конечно же, почули, такие вот влажные, мокрые. Это все вместе просто праздник, сказка, добрая сказка со смыслом. Этому аромату 15 лет, как я только с ним познакомилась, все, он у меня на полочке стоит. А мое ароматное я, парфюмерное я, конечно, снятость 150-летняя, но если у вас есть доступ и возможность попробовать, либо заказать отливантик, попробуйте. Я вам серьезно говорю, вы не пожалеете. Почулистые ароматы, да, они всегда вот какие-то более богатые по композиции, более какие-то глубокие. Действительно парфюмерное искусство, я замечаю, в таких ароматах, в которых есть почули. Еще одни почули для меня это Киллиан, Киллиан Good Girl Gun Bad версия Экстрим. С удовольствием, огромным, огромным сносила в отпуске вот такую вот маленькую миниатюрку, ну, как миниатюрку, да, 5 миллилитров. Боже мой, это просто прекрасная, нега сладкая персиковая варенья. По нотам молоко, тубероза, нарцисс, амбра и кедр. Я от себя добавляю, что здесь очень много карамелей и персиков, которые, как вы понимаете, не заявлены в пирамиде, но я отчетливо слышу их здесь. Для меня это моноперсиковое варенье, такое наваристое, что прям с пеной вот такой вот 5-сантиметровой. Это стакан молока и влажные такие шершавенькие почули. Я обожаю просто, я просто обожаю этот аромат. Я когда смотрю на его цену в интернет-магазине, я плачу, я плачу, потому что, насколько я поняла, этот аромат, это самый дорогой аромат из линейки Киллионов. Конечно, там есть разные категории ароматов, цены, но, по-моему, Good Girl Gone Bad версия Extreme, это самый дорогой аромат, он стоит 30, по-моему, 2000 рублей. Это самые прекрасные персики, которые я чувствовала в своей парфюмерной жизни. Он настолько чувственный, он настолько влажный, он настолько какой-то манящий, сексуальный, конечно же, вот эти персики, ну, ах, но молоко, нота молока лактомости, здесь как-то вот все сбавляет и не дает аромату уйти в какую-то вульгарщину. Вот прям, это действительно Good Girl, Good Girl, девочка прекрасная, сливочная, мягкая, персиковая, персиковое варенье, стакан молока, почули, ах, это, это нега, нега вкусная. Короче, думаю над покупкой аромата, мечтаю над покупкой аромата, не могу решиться, но он того стоит обязательно, девочки, знакомимся, знакомимся, заходим в Корнер Киллиан, пшикаем на себя и чувствуем себя персиковым вареньем. И спила до дна я еще флакончик Coco Mademoiselle от Chanel, это Eau de Parfume, как видите, по флакону. Давайте по нотам, аромат 2001 года, апельсин, мандарин, бергамот, турецкая роза, иланг, иланг, и почули. Очень красивый, минималистичный флакончик, но опять-таки, да, все гениальное, просто, это эстетика, реально, Chanel это про эстетику, очень красивый, минималистичный и элегантный. Это карамельки барбариски, это сочные, яркие, цитрусы, веселые, такие, задорные, это чистота, хрустальная чистота, такая немножко мыльность, розы, и это горькие, колкие, злые почули. Думаю, что Coco Mademoiselle уже стоит, знаете, на втором месте по классике в ароматах, да, после Chanel номер 5. Это правда очень классный аромат, это must have любого парфюмерного гардероба, не надо на него фукасик говорить, что why у каждой второй, так потому что он классный, поэтому он у каждой второй. Я его очень люблю, но эту версию я повторять не буду, потому что я люблю обливаться ароматами, я люблю чувствовать их от себя, а не только, знаете, там два раза пшикнула и пошла и забыла об аромате. Нет, это не про меня, не буду покупать эту версию, потому что при многопшичности она меня подушивает, очень сильно колит мой нос, очень сильно колкая, злая версия, если этот аромат перепшикать на себя. Двух пшиков, конечно же, хватает, идеальная концентрация, идеальный аромат, шлейф километровый, очень классный, чувственный и в то же время нарядный и казуальный, как я уже сказала, аромат. Но много пшикать на себя его нельзя, иначе он может придушить. Моя самая любимая концентрация Coco Mademoiselle это туалетная вода, ее я обязательно буду повторять. Закончился у меня парфюмированный, парфюмерный гель для душа, который называется Yog-Noc Etalage. Это аромат карамели, это аромат теплого, солено-сладкого, попкорна, горячего. Это очень-очень, правда, вкусный аромат новогодний, фига, ты кроешь его! Ну и конечно же, вот тут вот немножечко видно, да, золотиночку, он был просто золотой, как будто жидкое золото. Очень яркий был аромат, я на самом деле сначала очень обрадовалась. Я люблю вообще, в принципе, ноты попкорна, карамели, это всегда очень, так, знаете, ну это вкусно. Ну вкусно, и ничего тут не скажешь больше. И я люблю, любила пользоваться этим гелем для душа, потому что после него, когда я им пользовалась, ванна пахла просто, я не знаю, еще полдня. Что уж там говорить про кожу. Конечно же, от кожи тоже очень долго пахло карамелью, попкорном, это все очень уютно, тепло, так, по-новогоднему. Мне нравилось, но спустя какое-то время я от него начала уставать, то есть аромат настолько интенсивный, что голова начала болеть. Даже иногда меня начинало подташнивать, вот, и дело совсем не в беременности. В общем, вы понимаете, да, будьте осторожны. Кто любит ноты попкорна, карамели, вот таких вот праздничных, новогодних оттенков в ароматах, попробуйте. Это правда здорово, это правда очень веселый, такой классный аромат, но он очень-очень интенсивный, реально пахнет все. И еще несколько часов, будьте бдительны, но обратите на него внимание в этот Новый год. Еще один обладатель аромата попкорна и соленой карамели, это свеча от Zara Home. Такая вот малышечка у меня там на самом дне осталась, но фитиль как-то вот зашел вовнутрь свечи, я больше не могу ей пользоваться. Ну, в любом случае, там осталось буквально там совсем капельки. Это Salted Caramel, написано здесь золотыми буковками, соленая карамель, вообще на самом деле это запах попкорна. Боже мой, это реально Новый год вот в свече, я просто помню, что после празднования Нового года мы с друзьями ходили на следующий день в кино, заказывали большие вот такие ведра попкорна, веселье, близкие друзья, какой-то классный новогодний фильм, смех, радость. И вот, конечно же, аромат, такие ароматы попкорна, карамели, конфеток у меня ассоциируются с Новым годом и, соответственно, относят меня в то прекрасное время. Мягкий, сладкий, уютный, такой прям приятный аромат попкорна, соленой карамели, сладости. Даже просто вот когда стоит свеча, она пахнет, не то чтобы там ты ее зажигаешь, там, конечно же, на всю комнату аромат, но когда она просто стоит в комнате, уже доносится аромат. Я покупала эту свечу, кстати, сколько она? 75 грамм в прошлом году под Новый год. Вот сейчас осень, представляете, она практически целый год мне прослужила, и я получала от нее колоссальное удовольствие, честно. И я очень надеялась, что Зара выпустит к Новому году опять вот эту вот свечу. Ну и что вы думаете? Что вы думаете, дорогие мои? Посмотрите, Зара выпустила под эту осень, под Новый год, уже обновленную версию. Бадью, посмотрите, с мою голову, какая это была малышка. И вот это вот ведро соленой карамели. Очень красивая упаковка, действительно украшение для стола. Очень красивого цвета стекло, коричневого такого вот, да, теплого, уютного, карамельного, жженого сахара цвет. Очень классное оформление. Посмотрите, бумажечка такая в золоте. Вот прям Дед Мороз прислал подарок. Очень красиво, очень аккуратно, крышка. Если вдруг вы не хотите, чтобы пахло все время, я, кстати, очень хочу, даже не закрываю. Ну вот вам показываю, что есть крышечка. Но если вы не хотите, чтобы пахло, да, какое-то время, то просто закрыли. Хотите просто, 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 чтобы был легкий аромат, открывайте и даже не зажигайте. Ну а если, конечно же, вам уже хочется действительно уюта, тепла и новогоднего настроения, то, пожалуйста, этой свечи хватит, ну, я реально думаю, что на пару лет. Потому что 75 миллилитров мне хватило на год. Ну, как бы вы понимаете, да, соотношение размеров. Так, друзья, ну и все, да, все. Показала вам все свои пустые баночки парфюмерные. Как вы понимаете, да, я люблю очень, при очень ароматы. И ароматы меня сопровождают, ну, практически во всем. И когда я в душе иду, и когда я сплю, и просто в интерьере ароматы стоят. И духов у меня много, потому что я люблю, опять-таки, каждый день практически пахнуть по-разному. И находить в этих ароматах что-то свое. В общем, я желаю вам прекрасной, ароматной, теплой, уютной осени. Создавайте себе сами уют ароматами. Вот я вам очень советую пойти в Zara Home и попробовать их новогоднюю коллекцию. У них там есть имбирный пряник и соленая кармель. Ой, друзья мои, вы не пожалеете, серьезно. Я на этой ноте потихонечку начинаю с вами прощаться. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии этому видео. Мне будет очень приятно ваша обратная связь. Я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok